Помни! Включайся, студенческие! Пятый выпуск! Всем привет, с вами Ангелина Грушина и это Мартовские коты! Ой! Нет-нет, это новый выпуск новостей КАИ Ньюз за март месяц! 7 марта студенческий совет провел праздничную викторину для педагогов нашего института. Викторина была посвящена двум праздникам, 23 февраля и 8 марта. Победили мартовские кошечки. Так называла себя женская половина нашего института. 11 марта был опубликован третий выпуск новостей Каиньюз. И вот некоторые моменты, которые не попали в кадр. Но мне кажется, сейчас вы поймете, почему наши выпуски выходят так долго. И первые места. Ну да что такое? Это не так-то просто. Можно я буду просто смотреть этот субтитр и будут идти? Декабрь... На экскурсионные события. Немного не успели. Вот в таких условиях мы и снимаем. Там, значит, у нас репетирует вокал. Здесь снимаем новости. Там репетирует буфонаду, а там пары идут. Нет, не делай так больше. С направлениями и обучениями. Да неееет, я второй раз так сделал. Постписывай. Да неееет, опять. С вами был Антемиев. До новых встреч. Подпишись. Нееет. Пока. А теперь целая череда спортивных новостей. Дуэт «Каевские пупсички» в лице Рифата Рамильевича и Арслана Ахмедшина заняли второе место в альметьевском дуатлоне. Дуатлон – это вид спорта, который включает в себя этап бега и этап велогонки. Наши ребята пробежали 4 километра и проехали 2 километра на велосипеде. Следующая спортивная новость. 15 марта наша бравая команда юношей защитила честь филиала и заняла второе место по волейболу среди вузов. Поздравляем команду и желаем дальнейших спортивных успехов. Так держать, ребята. 28-29 марта в спортзале «Огни» прошло первенство Альметьевского муниципального района по баскетболу среди высших учебных заведений. Зачет «Спартакеада». Наша команда заняла почетное второе место. Ура, товарищи! И, наконец, самая главная новость этого выпуска – «Студенческая весна 2017». Ребята упорно готовились к этому мероприятию, приходили до и оставались после пар. В следующем видеоролике отчетливо видно, как наш студент поучаствовал во всех номинациях. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Студенческая весна 2017» Мы решили узнать все о подготовке к «Студенческой весне 2017» у одного из главных людей. Режиссеры студенческой весны 2014, 2015, 2016, 2017 – Зуйкины Евгения Ивановны. Здравствуйте. Здравствуйте, Евгения Ивановна. Расскажи, у тебя днюха была вчера, какие впечатления? Офигеть вам. А по поводу «Студ весны»? Смотрите нам подробно о всей подготовке к «Студенческой весне» этого года. На самом деле подготовка к «Студенческой весне» идет не последние, да, две недели, две последние недели, это очень благотворная работа. Поэзия не выйдет из моды и не постареет, и слово найдет своего творца. Подготовка к ней идет, начинается задолго, где-то с января, и дальше больше. Расскажите, как проходит студенческая весна? Мы знаем, что вы ездите в Казань на два дня, вот как там все проходит? Когда мы ездим на студенческую весну КАИ… КТО МЫ, КТО МЫ, КТО МЫ? Аль Митюс! Аль Митюс! Аль Митюс! Аль Митюс! Именно КАИ мы выезжаем туда рано-рано утром, и приезжаем сразу, и у нас начинается первый отборочный день. Первый отборочный день отсматриваются такие номинации, как вокал и хореография. Второй день – это отсматривается театр и оригинальный жанр. Туда приезжают все филиалы, все филиалы КАИ. Там также наравне с нами выступает Казань, головной вуз. Все ребята очень яркие, ребята очень интересные. Мы делимся там не только творчеством и мастерством, а эмоциями. Очень здорово, очень весело, очень ярко и насыщенно. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то сложности, когда проходит сама студенческая весна? Может быть, я не знаю, какой-то загвоздки какие-то бывают при прохождении этапов студенческой весны? Ну, если только такие, когда один студент может участвовать, например, в трех или в четырех даже номинациях. Например, одновременно, если осматривается вокал и хореография, человек участвует и там, и там, то очень сложно, во-первых, перенастроиться с одной номинации на другое, и как бы вообще внутренний настрой. Ну, тяжеловато. Это все от нехватки кадров наших студенческих. Студенческого совета. Сейчас заходим смотреть на наших актеров. Наши молодцы. Хотим желать вам удачи, чтобы хорошо выступили. Ты выпил, что ли? Нет, нет, нет. Все, идите, пожалуйста, пожалуйста. Мы идем. Все. Я хочу, чтобы больше заценился, чтобы я больше появлялся в выпусках. Скажите, пожалуйста, после выступления ребят по каждой номинации идет разбор, так скажем, жюри говорят какие-то плюсы, какие-то минусы. Поделитесь, что же вам сказали жюри в этом году? Ой, это самое интересное, потому что на самом деле в жюри сидят люди, которые заслуженные деятели искусства Республики Татарстан и не только Республики Татарстан. И очень интересно получить обратную связь от них, потому что, варясь своей кашей здесь в городе, мы не всегда можем замечать какие-то наши минусы или какие-то наши недочеты. В этом году нас хвалили, впрочем, как и все предыдущие годы. Я осталась с вами довольна, мои хреньки. Вчера вы поработали все на славу, но, естественно, это не последнее наше выступление, не крайне. Впереди очень много работы, так как нас похвалили, а это значит, нужно держать планку. Взяли новую планку, держим до конца. Максимум, я сошел. Мы так классно вовремя вдвоем отвернулись. Не без замечаний, конечно, но в целом, как бы, оценкой жюри мы довольны. То есть, и понятно, что мы все эти последние две недели вообще, как бы, вся подготовка была не зря. То есть, как бы, не зря отдача ребят, не зря все силы и, в общем, потрачены. Мы знаем, что свои театральные постановки вы ставите сами, пишете сценарий. Скажите, пожалуйста, что для вас является вдохновением при написании? Вдохновением для меня, наверное, являются горящие глаза ребят и желание их работать, работать безвозмездно, работать за идеи на благо нашего филиала, на благо университета. Потому что, когда к тебе приходят и говорят, а давайте, там, давайте сделаем вот это или вот делаем вот это, конечно, да, находят отклик, это моей душе, отклик, да, моего вдохновения какого-то. И вместе, совместно, как бы, одной командой слаженной мы работаем. Ну, моя театральная студия «Саквояж» — это прям мои очень любимые ребята, которые не боятся экспериментов, которые идут за мной. Я принимаю их точку зрения, да, иногда. Самое главное слово «иногда». Счетче работать мечтами лица, интенсивно передавать того героя, которого они хотят показать зрителю и жить на сцене. Существует мнение, что в студенческой весне могут участвовать только ребята, которые состоят в студенческом совете. Мне кажется, что уже пора давным-давно развить этот миф. Скажите пару слов тем ребятам, которые хотят петь, танцевать, возможно, играть на сцене, но боятся прийти сюда. Я хочу вам сказать, что не надо стесняться, ребята, не надо стесняться, потому что на самом деле не обязательно обладать каким-то суперталантом или каким-то супермастерством в вокале, в хореографии или быть актером, который номинирован на «Оскар», я не знаю, грубо говоря. Можно просто прийти к нам в 108 кабинет и сказать, я хочу участвовать, я хочу быть в этой тусовке студенческой, назовем ее так, тебя научат. Тебя научат обязательно у нас очень профессиональные педагоги по вокалу, по хореографии, по театралу, собственно. Нет, на самом деле, приходите, ребят, мы ждем каждого, двери наши открыты, не надо стесняться, не надо думать вообще, а чтобы мне подумать, да это бред. Все, просто хотите, идете и делайте. Вот мы ждем вас, каждого. Ну а те, кто хотят посмотреть на ребят, которые участвуют в республиканской студенческой весне, приходите на галок-концерт, который состоится 28 апреля в ДК Невче в 18.00. Билеты и подробные информации вы можете найти в 108 кабинете. Да, приходите, мы ждем вас. И приносите с собой цветы, обязательно, ну нам будет приятно. Конфеты можно еще, флаги у нас есть, в общем, приходите. Болейте за нас, поддержите родного института, потому что каи, пуп, земли. Подключайся к студенческой жизни института, смотри себя в следующих выпусках новостей. Спасибо за просмотр. Подписывайся на наш канал и ставь лайки. Пойдем, пойдем, Пунтика, пойдем, пойдем, пойдем. Оп. Пойдем, 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 пойдем.